Я постараюсь быстро, потому что все устали, уже нет сил. Актуальность проблемы заключается в том, что достаточно долгое время радикальные резекции по поводу рака желудочно-кишечного тракта оценивались по выживаемости больных, по тому, насколько эффективно и полностью удалено опухолевое образование. И достаточно долго никто не занимался тем, как же живут эти пациенты потом, что с ними происходит. А ведь это большой вопрос, рады ли они тому, что с ними произошло. Безусловно, рады нет опухоли, но нет желудка. Теряется и основная функция его, резервуарная. Перестает работать привратниковый механизм. Дальше пища летит в тонкую кишку. И что? И тут начинаются большие проблемы. Конечно, условно последствия оперативного вмешательства можно разделить на органические поражения, которые мы с вами не в состоянии вылечить. Но те самые функциональные нарушения, которые существуют у этих больных, и с которыми я, например, сталкиваюсь по поводу своей деятельности, они впечатляют. Демпинский дром. Это вообще, как описывают пациенты, это страшное состояние. Потому что в этот момент они все боятся смерти. И не мудрено, потому что залетевшая эта непереваримая из желудка, из культии желудка пища, залетевшая в тонкую кишку, усиливает кровоснабжение кишки. Следом меняются водные сектора. Объем УЦК фактически снижается. Наступает некоторая такая гиповолемия, и пациенту реально плохо. У него тахикардия, ему нечем дышать, у него низкое артериальное давление. Включается симпатоадреналовая парасимпатическая нервная система. Появляется страх. Кроме того, эндокринные клетки опут системы высвобождают мотилин, нейротензин, энтероглюкогон, и все это усиливает тот самый стресс, от которого пациенты чуть не плачут, а их родственники и подавно. Возникает он быстро, после еды, в течение 15-20 минут. Иногда так же быстро проходит, а иногда длится несколько часов. Провоцируется простыми углеводами и молочными продуктами. Еще часто встречающиеся вещи – это синдром приводящей петли. Отличие его от демпинг-синдрома, то, что он возникает достаточно поздно, через 2-3 часа после еды. Гипогликемический синдром, который на самом деле протекает с клиникой гипогликемии и развивается так же через 2-3 часа. И, что самое интересное, у пациентов, которые перенесли гастропанкреатодуадональную резекцию, у которых был рак поджелудочной железы, если операция выполнена радикально, они достаточно долго живут, то через 2-3 года после такой операции у половины из них развивается сахарный диабет. Вот, пожалуй, эти вещи, эти такие 4 больших осложнения, которые портят жизнь больному, его пациентам, и, конечно, настолько портят качество жизни, что такой больной не то, что не в состоянии работать, он с дивана не встает, потому что это единственное положение, в котором ему хорошо. Снижается объем пищи, снижается объем жидкости, они ничего не пьют. Объем потребляемой жидкости – 700-800 мл в день. Это настолько мало, что развивается гиповолиемия. Если такой пациент приходит на противоопухолевую химиотерапию, и мы ставим ему подключичный катетер, у него отрицательное ЦВД, боишься, что у него будет воздушная эмболия, так засасывает воздух в этот катетер. Прогрессивная потеря массы тела продолжается. Все это сопровождается снижением белка, нарушением усвоения железа, витамина В12, магния, кальция, и развивается и белковая энергетическая недостаточность, аномия железодефицитная, остеопороз в дальнейшем, и, конечно, быстрая утомляемость, снижение качества жизни. Конечно, можно влиять на эти вещи. К примеру, беседовать с больным достаточно долго, и объяснять ему, что избавление от опухоли – это не показание к тому, чтобы есть всё подряд и огромными количествами, тазиками, потому что они настолько рады тому, что они выздоровели, что они начинают много есть. И тут-то их и подстерегают вот эти проблемы. А если наладить сразу дробное питание 6-8 раз в день, постепенно расширяя диету, начиная с первой и переходя к общему столу, использовать ферменты, причём трёхкомпонентные препараты, сразу добавлять, сразу добавлять питательные смеси, потому что он никогда не съест килограмм мяса в день, чтобы обеспечить себя этой нормой белка, которую нам даются в рекомендациях европейские и американские ассоциации. То, причём лучше те смеси, которые используются для онкологических больных, вот типа суппортанов, которые добавлены омега-3 жирные кислоты. Если такому больному на каком-то этапе, когда он совершенно ослаб, провести короткий курс сапарентерального питания, проводить заместительную парентеральную терапию с железом и витаминами, они, конечно, приободряются. Потому что, когда они начинают, например, принимать пероральное железо, у них болит живот, им это не нравится, железо исключается из рациона, оно не нужно. Продукты, которые содержат большое количество железа, они тоже не нужны. Сейчас ещё очень много вегетарианцев, этих вообще не поймёшь, чем кормить, потому что они читают состав баночек. Если там есть животный белок, то это питание также ими не принимается. Вот это результаты опроса фокус-группы из 20 человек. 15-20 килокалорий на килограмм массы тела в сутки. Жёлтым цветом показаны рекомендации. Белок 0,5-0,8, жидкость 15-20 миллилитров на килограмм массы тела в сутки. Я даже не ожидала, что такое может быть. Конечно, на сегодняшний день мне кажется, что диарея – это самый лёгкий пострезекционный синдром. Потому что если она субстратная, её можно коррегировать диетой, полиферментными препаратами, дополнительными энтеральными смесями, полуэлементными, например. Если антибиотика ассоциированная, то здесь, конечно, проблема чуть сложнее, особенно если предстоит добиться эрадикации кластридиум дефициле. Но всё равно. Это всё равно можно сделать. Можно перевести больного на некоторое время на парантеральное питание, добавить депептивен в больших дозах на 10-14 дней. И, в общем-то, справиться можно. Но надо ещё помнить, что у этих больных по-прежнему, у тех, кто приходит, например, на противоопухолевое лечение, есть опухолевые процессы, которые влияют на медиаторы воспаления, на синтез и расщепление белка, жира. Об этом сегодня много раз говорили. И всё равно у них присутствует тот самый синдром анорексии и кохексии, с которым крайне тяжело справиться. Когда же таким больным проводить искусственное питание? Да и кому? Рекомендации СПН достаточно однозначны. Другое дело, что когда мы их можем применить в реальной практике, причём не специалист такого уровня, как Валерий Матвеевич, а химиотерапевт или хирург, или терапевт. Вот у нас, например, терапевты осматривают больных перед оперативным вмешательством. Вот здесь пять наиболее распространённых показателей, по которым определяется наличие кохексии. Они есть не у всех больных. Это самое удивительное, что что-то у них есть, чего-то у них есть. На что же обращать внимание человеку, который не в этой теме? Много лет назад мы с Александром Юрьевичем Салтановым изучали эффективность энтерального питания в предоперационном периоде у больных раком пищевода. Рак пищевода – идеальная модель для белково-энергетической недостаточности. Очень высоко расположено препятствие. И что же, вы посмотрите, только непреднамеренная потеря массы тела за предшествующие шесть месяцев была у всех, причём даже при дисфагии второй степени. А остальные показатели были изменены не у всех больных. Да, конечно, они прошли поликлинический барьер и были отобраны только те, кто был соматически компенсирован, потому что не будешь соматически компенсирован, не переживёшь операцию Льюиса. Это понятно. Но всё равно даже у этих больных симптомы кохексии были не у каждого. И цели нашей питательной поддержки на самом деле не в том, чтобы их напитать, не в том, чтобы их поливать, как цветы, удобрениями. Нам нужно добиться улучшения качества жизни и увеличения выживаемости этих больных. То, что эффективность искусственного питания доказана в переоперационном периоде, то, что она доказана при проведении химиотерапии, это мы все прекрасно знаем, и даже с этим уже никто не спорит. Другое дело, как заставить такого человека кушать? Конечно, нужно начинать с энтерального питания, которое он есть не будет, и не хочет, и отказывается. И при этом мясо он не хочет, диета в основном состоит из сложных углеводов, ну и вот небольшое количество воды. Есть и ограничения для использования энтерального питания. И вот если можно начать пронатеральное питание, тут, конечно, можно развернуться, потому что есть три в одном, безопасная совершенно система, при которой практически нет метаболических нарушений. Другое дело, что не везде это можно сделать, потому что положить больного на сопроводительное лечение для того, чтобы прокапать ему несколько раз трехкомпонентную смесь, это большая и большая проблема в нашей стране. И по-прежнему существуют стереотипы, направленные против применения жировых эмульсий, потому что кажется, что их использование может сильно навредить больному. Конечно, может, если превышена дозировка и, например, уменьшен клиренс жирных кислот. И тогда развивается перегрузка жирными кислотами, вот этот Fat Overload Syndrome, который и грозит такими различными осложнениями. Поэтому, если соблюден режим питательной поддержки, интеральный он или парентеральный, то добиться успеха можно. Конечно, перед тем, как вы что-либо начинаете, нужно обязательно нормализовать водно-электролитный баланс. Это обязательные условия, потому что ненормальный водно-электролитный баланс – это залог развития метаболических осложнений. Обязательно нужны микронутриенты типа аддомеля. Они должны быть в питании. Показано, когда еще у нас была лаборатория Суджана, одна из его сотрудниц, Розанова, Наталья Борисовна, как раз делала такую большую работу, изучала нарушение микроэлементов у больных раком желудка и пищевода. И было показано, что у наших пациентов имеется дефицит практически всех тех микронутриентов, которые написаны на флакончике с аддомелем. Я призываю использовать жировые эмульсии последнего поколения, потому что они как раз идеальны для этих пациентов. У них снижено количество омега-6 жирных кислот и увеличено количество омега-3, омега-9 жирных кислот. Обязательно нужны витамины. Нам кажется, что это нужно для красоты кожи и хороших волос. Конечно, нет, потому что это кофакторы метаболических реакций. И если их не будет, эти метаболические реакции пойдут иным путём. И каким, мы предугадать не в состоянии. Суточные дозировки – это вполне достаточно. Белки и общий объём жидкости – это, конечно, тоже очень важные вещи. Некоторые особенности, которые замечаешь при общении с такими больными. Как ни странно, им нравится больше всех вкус капучино в смеси. На втором месте идут тропические фрукты. Всё остальное – ни шатка, ни валка. Надо постоянно объяснять, что энтеральное питание – это лечение, что нужно принимать его каждый час по 3-4 столовых ложки. Не надо больше, вам будет плохо. Не надо меньше, вы не выпьете, сколько вам нужно. Если вам не нравится вкус, запивайте водой. Подмешивайте в кашу. Добавляйте к баночкам с традиционным детским питанием, с печёными яблоками и грушами. Я советую хозяйкам исключать запахи кухни, потому что момент приготовления еды, особенно запах раскалённого масла, отбивает весь аппетит у этих пациентов. И, как ни странно, вызывает тошноту и рвоту. Постоянно говорю о том, что это лекарственный препарат, который помогает им выжить наравне с химиотерапией, с другими вещами. И всё равно через неделю, через две их терпение лопается, и они стараются отказаться от всего. И это, конечно, требует участия психолога в нашей такой бригаде для того, чтобы полностью настроить больного на приём этих смесей. Ну и, конечно, физическая нагрузка. До смешного доходит. Полтора года назад сделано, что там, гастроктомия была. Видно, что жилистый мужчина чем-то занимался в жизни, 46 лет. Что вы делаете? Ничего, он говорит, мне жена не разрешает. Она меня бережёт, поэтому я целыми днями смотрю телевизор. Никакого аппетита нет, и ничего не хочется. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...